Так, с каким настроением едем? С прекрасным, я думаю, собрались самые лучшие из лучших. Все уверены в только победе, даже если мы не победим, мы станем сильнее. Преодолеем все трудности, и для каждого, я думаю, это такое знаковое событие. 38 спортсменов через 4 дня уже отправятся в столицу Татарстана. Для каждого из них это непростой шаг. Барьер, преодолеть который, значит еще раз убедиться в собственных силах. Победить недуги и сомнения. Специальная олимпиада называется не просто так, потому что категория спортсменов у нас идет с ограниченными возможностями здоровья, в частности интеллектуальные нарушения. И, соответственно, данные мероприятия у нас направлены на социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями в общество через спортивные достижения, через преодоление прежде всего себя. В Казани спортсмены проведут 6 дней, за которые посоревмуются в зимних и летних видах спорта, к примеру, в плавании, беге на снегоступах, флорболе и легкой атлетике. Этот уровень первый, наверное, за всю историю существования специальной олимпиады России в Ульяновске, потому что будут приглашены ближние государства и будет международный уровень. Соответственно, будет Белоруссия, планируется участие Азербайджана, Таджикистана и других дружественных государств. Соответственно, уровень просто высочайший, я думаю, такого опыта еще не было за всю историю. Всего на Олимпиаде соберутся больше двух тысяч спортсменов. Их возраст колеблется. Здесь и 14, и 19 лет, как, например, Наталья Николаевна. С водной стихией она сроднилась давно. Это произошло, когда ее мама для укрепления здоровья ребенка привезла ее на море. Вода прибила меня, а я прибила воду. Получается, когда я так поплавала, меня сразу привели в бассейн. Вроде бы узнали, что это стихия, выбили дорожку и тренера, и я плаваю на своей дорожке разными стилями. Баттерфля, спина, баланс, кролик. Каждый день по два часа. Готовятся спортсмены долго и упорно. Тренировки изнуряют, но тяжело в учении, легко в бою. С понедельника четырех до семи. А эти во вторник по пятницам пяти. Как долго занимаетесь? С осени. А вообще в спорте, в мимикболе сколько ты? С маленьких лет хорошо играю в футбол, в теннис, волейбол. Первые международные игры специальной Олимпиады состоялись в 1968 году. С той поры многое поменялось, но общая цель состязаний осталась неизменной. Победа человека над обстоятельствами. Вячеслав Наложилов, Максим Архипов, репортер 73.